Проблема в лоскости. Можно ли из некоторого количества точек на плоскости их рассосовать на три кучки, чтобы ни в одной из них, из этих трех групп, не было диаметра такого же, как и в первоначальной большей форме. Что такое диаметр? Диаметр это самая большая длина между двумя точками. Не понимаю, что такое самая большая длина? Я мерю все расстояния между двумя точками и беру самую большую и рисую его. Например, вот. По равносторонним треугольникам диаметром это его сторона. Например, возьмем квадрат. Его диаметра это диаметра. То есть у равностороннего треугольника три диаметра, у квадрата два. А у круга? У круга бесконечно много. Любой диаметр круга является его диаметром, в смысле наибольшем расстоянии. Да, вот. Хорошо. И в чем состоит теорема Борсука? Теорема Борсука, что я смогу на плоскости пользоваться тремя частями, сделать так, чтобы в каждой из этих частей диаметром был меньше, чем в условии. Разрезать любую плоскую фигуру на три кусочка. Так, чтобы в каждой из них диаметром был меньше. Отлично. Сейчас будет доказательство для любой фигуры или только для каких-то особых фигур? Для конечного числа точек. Когда фигура состоит из нескольких точек. Да. Отлично. Пожалуйста. Давайте решим задачу при помощи индукции. Допустим, с к точкам я разобрался. И умею делать. И умею с ним их рассосовывать. Секунду. Сначала базу надо. База – это две точки. Когда я делюсь на две группы, и все получается. Есть три точки. Каждая из них отдельности будет своя точка. И вот база. Квадрат я могу разделить вот так. Ну, это, конечно, уже к базе не имеет никакого отношения. Если доказываешь утверждение для конечного числа точек, то база – это когда две точки или три точки. Да. Действительно, можно разделить. Теперь… Допустим, к точке я все-таки смог сделать. Разберемся с к плюс одной точкой. Рассмотрим два случая. Первый случай, когда из одной из точек выходит два или меньше отрезков. Тогда я могу ее выделить. Каких отрезков? Диаметров. Я провел все диаметры. И, допустим, из какой-то из точек выходит два или меньше диаметра. И, допустим, пока забудем про нее. И вот тут, тут карточек. И я тут смогу все сделать. И вот, например, карту разделим. Тогда вот эту точку, как мы с первым, я кладу в ту группу, с которой она не соединена. На этой картинке я ее положил сюда. То есть, смотрите, что он делает. Он берет несколько точек, когда он ее нарисован. Да. Не фигура, а именно просто несколько точек. Замеряет всевозможное расстояние между этими точками. И пишет полный список длин. И провожу только самые длины. И в этом списке оставляет только самые большие. То есть, берет какая-то максимальная величина. И все остальные отрезки просто не рассматривает. И рисует только отрезки самой большой длины. Эти отрезки он называет диаметром. Да. И представьте, что из одной из точек выходит два диаметра. Два или меньше. Да. Вообще, он рассматривает такую ситуацию. Или диаметров много, или мало. Да. Но это по принципу, или в этой комнате есть крокодил, или его нет. Пусть у нас есть много-много разных точек. И вот, когда мы провели диаметры, из какой-то из этих точек выходит два или меньше диаметра. Теперь вы поняли? Выдерем эту точку. Распросуем все остальные карточек, и ее прибавим к той части. Части, с которой она не соединена. Но если у нее из-за нее выходит один отрезок, то это два способа. Если ноль... Только любой из частей, с которой она не соединена. Второй случай, когда из точки выходит три отрезка или больше. Три диаметра. Да, диаметры. Точка. Итак, три или больше диаметров, выходящих из одной точки. Рассмотрим судьбу вот этой точки. Ну, не судьбу, а просто рассмотрим эту точку. Да. Из нее может выходить только один отрезок. Второй отрезок не может выходить за пределы окружности. Не понимаю. Ну, вот сюда. Куда-то сюда не может. А мы рисовали только диаметры. Значит, у нас все отрезки должны быть не больше, чем этот самый диаметр. Да. Да, сюда не может. А куда он может? Только в окружности. Вот это сюда. Скорее, в круг. Да, в круг. Ну, куда-то сюда, да. И я хочу теперь доказать, что вот этот отрезок меньше, чем вот этот. Ну, а это уже противоречие будет. Да. Да. Да, почему же. Ну, смотрите. Назовем как-то. Ну, например, рассмотрим каждый такой отдельный треугольник. Значит, обозначим вершину вот этого треугольника. Вот это будет вершина А, вот это будет вершина В, вот это будет вершина С. Значит, мы знаем то, что пленк против большего угла лежит большая сторона. Тогда, соответственно... Между БАЦ и знаками больше должен быть пробел. Так, дальше угол ОАЦ, он равен углу ОЦАН. Совершенно верно. Так, еще угол ОЦАН больше, чем угол ОЦАН. Следовательно, угол ОЦАН больше угла ОЦАН, и значит сторона ОЦ наибольшая в треугольнике ОЦАН. Так же... Не выходи, дайте. Коля, ты не обозначил вершину очереза. Сюда написать Х. Точку пересечения отрезков АО и БЦ обозначим буквой Х. Дальше. Тогда мне надо доказать, что БА и плюс ОЦ меньше, чем БХ плюс АХ плюс ЦХ плюс ОХ. Да. Напиши, я не понимаю, но напиши просто. Ну, БА плюс ЦО меньше, чем БХ плюс ХА. Потому что отрезок БА меньше, чем сумма двух других сторон треугольников. БХ и ХА. Да. Дальше. Отрезок ЦО меньше чего? Плюс ЦХ плюс ХО. Отлично. Отлично. Равно дальше. Равно отрезку. Перекомпонуй слагаемое. Переставь. Да. Равно. К БХ. Что ты рядом что-то напишешь? Нет. К БХ. ЦХ. Да. БХ плюс ЦХ. БХ плюс. Да. Так. И к отрезку АХ что добавишь? Замечательно. Равно. БСО плюс АО. Отлично. Теперь смотрим наверхнюю формулу. БА плюс ЦО. И на нижнюю. БС плюс АО. Какая там величина на самом деле на этаже? О. У нас же, господа, диаметры. Вот эти вот отрезки А, Б, О. А. О. 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 И СО одинаковые. Конечно. Зачем? И это диаметр. Это диаметр. И мы получили замечательную вещь. БА меньше чем ВС. А мы помним, что БА это диаметр? А так и бывает. Диаметр не может быть меньше другого отрезка. Да. Да, то есть если из точки О выходят три диаметра, то отрезок АО замечательный тем, что из точки А других диаметров нет. И что? Поэтому я ее могу стереть и получить К точек. Ну да. Но по припознению я. А потом я именно ее и обозначу этой каплю с первой точкой, из которой добавим меньше отрезков. Ну даже один. Да. Да, то есть даже один. А один это и есть двое или меньше, да? Да. Один меньше двух. Меньше ровно двух. Все понятно. Доказательство Татьяне Божьей для конечного множества есть.